Эксперты Российского института стратегических исследований выяснили, какой предстает наша страна в оценках зарубежных СМИ. Специалисты пришли к выводу, что самыми недружелюбными по отношению к России являются американские и немецкие издания и телеканалы. Причем часто журналисты отличаются не просто предвзятыми комментариями, но и откровенной подтасовкой фактов. Правда, заметить это могут только очень внимательные зрители. Иван Благой продолжит тему. Вот уже много месяцев немецкие телезрители недовольны тем, как два главных канала АРД и ЦДФ однобоко освещают события на Украине. Немцы пишут гневные письма, объединяются на интернет-форумах. 3 февраля в эфире второго немецкого канала вышел сюжет о ситуации в Углегорске. Корреспондент рассказывает об эвакуации жителей, потому что, как он выражается, пророссийские сепаратисты наступают. Мы хорошо знаем эти кадры, они из сюжета нашего канала. И на них именно ополченцы вывозят мирных жителей. Об этом в репортаже ЦДФ ни слова. Но зато после рассказа о наступлении репортер показывает похороны 4-летнего мальчика и интервью с убитым горем отцом. Следуя логике сюжета, трагедия происходит как раз по вине ополченцев. Но к Углегорску эти съемки не имеют никакого отношения. Эти кадры сняты и в Донецке. Мальчик погиб во время обстрела города украинскими военными. Об этом написала, например, организация Human Rights Watch. В репортаже ЦДФ об этом тоже ни слова. И такое сплошь и рядом. Вот в материале от 30 января журналист канала ЦДФ рассказывает, что делают ополченцы с городом. Углегорск примерно в 50 километрах от Донецка. Еще один населенный пункт, который за последнюю ночь был просто стерт с лица земли сепаратистами. Удивительно, но эти слова сопровождают кадры обстрела, под которые попали наши коллеги с телеканала «Россия». Эта украинская армия разрушала город после того, как глава ДНР Захарченко призвал украинских солдат сдаваться. Как только стемнело, начинается интенсивный миномет на обстрел. Далее, что называется, без комментариев. Критика обычно остается незамеченной. Лишь один раз ведущий новостей на АРД извинился за то, что в сюжете от 20 мая прошлого года в убийстве мирных жителей репортер обвинил ополченцев, а убийцами были бойцы украинского добровольческого батальона. Своё недовольство освещением событий на Украине выразил и наблюдательный совет АРД. Немецкие средства массовой информации замалчивают события, отчасти также врут и переворачивают факты. А кто это критикует, тот сторонник Путина, слушает Москву или сторонник теории заговоров. Большинство привыкло всё же верить журналистам манипуляции, замечают лишь самые внимательные зрители. Вот съёмка независимого журналиста Патрика Ланкастера об обстреле украинской армии из столовой на востоке Украины. Подойдём ближе к воронке, чтобы вы увидели, что делает украинская армия, которая уничтожает те же столовые, которые мы кормим, бесплатно людей. Но вот так подписывает ту же съёмку американская телевизионная сеть NBC. Это ополченцы, оказывается, обстреляли столовую. А в репортаже британской ОДН те же обвинения уже повторяет корреспондент. В здание попала ракета, выпущенная пророссийскими повстанцами. Может, это просто журналистские ошибки? Публицист Джульетта Кьезе уверен, что нет. Началось всё год назад с событий на Майдане. Мы не видели в Италии, в Германии, во Франции, когда вот эти демонстранты использовали оружие, стреляли против милиционеров. Мы не видели, например, как они сжигали милиционеры. Все эти кадры были исключены из всех репортажей. Поэтому люди, которые смотрели эти передачи, получили абсолютно неверное описание ситуации. Не ошибка, не может быть ошибка, когда все ошибаются в одном и том же направлении. А вот эти кадры с бойцами украинского добровольческого батальона, со свастиками и рунами СС прошли на немецком телевидении вообще без негативного комментария. Раньше такое было немыслимо. У меня в руках список запрещенных в Германии символов. Если вы наденете футболку с изображением любого из них, то у вас будут проблемы с полицией. Немцы это очень хорошо знают, и поэтому с крайним удивлением сейчас наблюдают, как немецкие телеканалы показывают людей с запрещенным в Германии волчим крюком на шевронах, которые почему-то говорят, что Украина движется в Европу. И вам благой Дмитрий Волков, Ольга Ледовская, Григорий Емельянов. Первый канал. Берлин.